Для Сарбаста вот этот знак – рука на сердце, что для русского парня – крепкое объятие. По традициям его страны прилюдно прижимать к сердцу можно друзей-мужчин. А вот девушкам, даже невестам, знаки внимания можно оказывать только без свидетелей. Можно в доме, можно в парке, когда человек не видел. Можно. В мусульманских странах парни с девушками всегда сдержаны. Объятия им могут заменить рукопожатие. Мы мусульмане, у нас нет такой традиции, как в России обниматься. Но мы можем обниматься с родителями, с родственниками, но с парнями или с друзьями мы не можем. Мы только здороваемся руками. У нас такое обычай – здороваться руками. И с парнями, и с девушками. Джойс Хелен Мавонту приехала в Липецк из Индонезии. В этой стране живут верующие разных конфессий. Джойс – христианка. У них принято обнимать трижды. Ее подруга Гончемек из Монголии. Там буддизм. В этой стране молодые люди могут свободно выражать свои чувства при встрече. Поэтому для девушки не считается зазорным обнять парня у всех на виду. В Монголии верят – объятия способны зарядить положительной энергией. В Монголии есть те обнимания. Это мы отмечаем с прошлого года, 1 июля. Потому что у нас было 5 лет назад, была большая забстовка. Это как прочая политика была. Из-за этого много пострадали. Зарина приехал в наш город из Конго. В его стране тоже достаточно свободные нравы. Можно обнимать человека, с которым хорошо знаком. Но все же в России по меркам его страны обнимаются, но уж слишком часто. У вас это каждый раз, когда вы в СССР человеку, и вы как заросли. Всегда это так. Каждую минуту это возможно. У нас это неуважение. Иностранные студенты стали за собой замечать. В Липецке они обнимаются значительно чаще, чем у себя в стране. Российская открытость и душевность оказалась очень заразительной. Елена Азарченко, Юрий Талдыкин. С новым утром.